Из этой подборки вы узнаете пять главных автомобильных новостей минувшей недели. Все только самое интересное — обновленный Land Rover Discovery, новый рекорд Нюрбургринга от Mercedes-AMG, электрический кроссовер BMW iX, рестайлинг Audi SQ5 и гибридный гиперкар Ferrari SF90 Spider со складной крышей. Land Rover Discovery обновился и получил новые моторы. Внедорожник Land Rover Discovery пережил плановое обновление в середине жизненного цикла. Внешность модели осталась почти нетронутой, а вот в моторной гамме произошли значительные изменения. Снаружи обновленный Discovery можно отличить от предшественника по решетке радиатора, лишившийся горизонтальных ламелей, слегка измененным бампером и оптики, которая теперь по умолчанию светодиодная. Еще одно отличие — вентиляционные вставки на передних крыльях, окрашенные в цвет кузова. Доступен стайлинг-пакет Air Dynamic, придающий внедорожнику более спортивный вид. В него входят черные и темно-серые акценты в экстерьере и контрастная прострочка сидений. Mercedes AMG побил рекорд Porsche на Нюрнбургринге. Mercedes AMG GT 63 S вновь стал быстрейшим в классе автомобилем на немецкой трассе Нюрнбургринг, побив рекорд обновленного Porsche Panamera Turbo S. В Mercedes AMG заявили о готовящемся реванше еще в августе, когда рестайлинговая Panamera прошла полный круг Нюрнбургринга за 7 минут 29,81 секунды, на 13 секунд быстрее AMG GT 63 S, однако рекорд продержался недолго, немцы из Афальтербаха вновь выпустили свою модель на северную петлю. Под управлением инженера и бывшего гонщика Демиана Шефферта автомобиль преодолел полный круг за 7 минут 27,8 секунды, а 20,6-километровый вариант трека, за 7 минут 23 секунды, 5 секунд до сотни и 500 сил, представлен серийный электрокар BMW AX. Компания BMW представила модель AX, это электрический кроссовер, который относится к сегменту Sports Activity Vehicle. По длине и ширине серийный электрокроссовер сравним с BMW X5, по высоте идентичен X6, а расстояние между осями составляет ровно 3 метра. AX получил выдвижные дверные ручки, безрамочные боковые двери и дверь багажника, которая занимает всю заднюю часть кузова. В числе других особенностей дизайна — самые тонкие фары, светодиодные в базе и лазерные, за доплату, которые когда-либо устанавливались на автомобили BMW, а также панель вместо традиционной радиаторной решетки, в которую интегрированы камеры, радары и другие датчики. Audi SQ5 обновил дизайн и потерял в мощности. Вслед за обновлением классического Q5, компания Audi модернизировала его заряженную версию SQ5 TDI. Инженеры переработали дизайн и интерьер кроссовера в стилистике базовой модели, а также установили более экологичный турбодизель. Внешне SQ5 мало чем отличается от стандартной версии кроссовера. SQ5 получил такие же новые бамперы, переработанную радиаторную решетку, а также измененную головную оптику, которая в базе доступна в светодиодном исполнении, а за дополнительную плату кроссовер оборудуется матричными фарами. Обновленный SQ5 получил тонкие задние фонари, выполненные из органических светодиодов. Тысячесильный гибридный гиперкар Ferrari лишился крыши. Компания Ferrari представила открытый вариант флагманского гиперкара SF90 Stradale с тысячесильной подзаряжаемой гибридной установкой SF90 Spyder. Несмотря на жесткую складную крышу, увеличившую массу, новинка из Maranella набирает первую сотню за те же 2,5 секунды, что и купе. С поднятой металлической крышей Spyder внешне практически идентичен купе, представленному в прошлом году. Отличия кроются в более тонких оконных стойках, ином лобовом стекле, ветрозащитном щитке, расположенном за сидениями, и уменьшенной на 20 мм в высоте. Крыша с электроприводом поднимается и убирается за 14 секунд, в том числе, на ходу. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, для того чтобы всегда оставаться в центре актуальных автомобильных новостей.